Как через игру обучить детей правилам дорожного движения, рассказать о профессиях и приучить ребенка к труду. Теперь об этом знают воспитатели Мирненского района. В Айхале прошел семинар до школьных педагогов. Подробности в материале наших коллег. Воспитатель детского сада «Лесная сказка» Алена Антосяк отправляется в путешествие с детьми на корабле по реке Лена. Декорации для игры и костюмы приближены к настоящим. Ребята знакомятся с природой Якутии. Играя, дети узнают новое, отвлекаются от электронных гаджетов. Больше общения друг с другом. Не сам один на один с компьютером или с телефоном, а вот именно, чтобы они умели играть в коллективе, дружить. Сплоченность. Сюжетно-ролевая игра предназначает сплоченность в коллективе. В детском саду номер 47 играм решили посвятить целый день. Воспитатели района делятся опытом. К семинару подготовили тематические презентации, придумали интересные игры для ребят. Сюжеты воспитателей чаще всего черпают из реальной жизни. У нас нет железных дорог и аэропорта близко. А детям все это знакомо. Мы познакомили их со знаками, со светофором. Хотя у нас в своих, конечно, светофора нет. Но ничего, дети знают, что такое и парковка, что и светофор, и дорожный переход. Гости из других городов и руководители отделений смогли ознакомиться и с выставкой на втором этаже. Здесь разместились декорации для сюжетных игр. Аэропорт, кафе, магазин. Отдельно была представлена ярмарка профессий. Целый ряд самодельных игрушечных копий мастерских, пожарной части и других рабочих мест родителей сделали вместе с детьми. Каждый показал свое мастерство, каждый педагог, новаторские идеи. Мне кажется, каждый чему-то научился на этом семинаре, потому что площадка выбрана. Не случайно у нас детский сад номер 47, который ждет своего юбилея в этом году, 30-летие. И подготовка была на высоком уровне. В этом году обменялись опытом педагоги из Мирного, Удачного и Айхала. Интересующие вопросы воспитатели могли обсудить в ходе мастер-классов. Семинар позволил каждому участнику познакомиться с практикой своих коллег и взять себе на вооружение все самое лучшее.